Добрый день, весёлая минутка, с вами Дмитрий Гусев, сайт pomidom.ru Я выращиваю свои семена и продаю их. Сейчас у нас хорошая скидка на сайте 30%. Заходите, покупайте наши семена, поддерживайте нас летом. У нас тут тоже помидорчики вовсю вяжутся. Итак, давайте поговорим о такой проблеме, как бор. Что делает бор? Бор увлажняет кончик пестика и на него лучше прилипает пыльца. И опыление происходит более, так скажем, шикарно. Но у нас же растение не дурак, правильно? Природа создана для жизни, чтобы всё было вообще там прекрасно и великолепно у него. Почему же вдруг получается нехватка бора и у нас идёт плохое опыление? Ну, то есть, те пестики не липкие, пыльца не налипает. И опыление не происходит, естественно, цветочек отваливается. Мы уже подметили с вами, и учёные подметили, что такая ерунда происходит, когда происходит в жару. Когда жарко и сухо. Так вот, про бор. Бор усваивается корнями без изменения из почвы. Когда много влаги, он больше усваивается в больших количествах. Когда мало влаги, мало усваивается. То есть, это прямая зависимость. Хотите, чтобы у вас было бора много в растении, надо больше поливать. Естественно, в жару. В жару вот это вот испарение влаги через листья происходит более интенсивно. А значит, прокачка вот этого всего сока, влаги через растение тоже большая. И, естественно, поступление бора к цветочкам гораздо больше в жару, чем когда холодно. И гораздо больше, когда у вас политы хорошо томаты, например. Ну, там другие культуры, неважно. Так вот, бывает такое, что даже до токсического шока на растения, если, например, боросодержание огромное у вас в почве, то от токсического шока по количеству бора страдает растение. То есть, а зачем же нам еще вообще? Почему мы опрыскиваем, например, по листьям, по цветочкам, бором, чтобы они там лучше были? Ну, потому что недостаток влаги у нас. В жару недостаток влаги около корней. Если вы хотите... Вот у меня упал. Упал, зараза, такая надо подвязать. Если вы хотите, чтобы у вас бора было достаточно, вот, 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 должно быть, вот, сыра. В жаркую погоду под кустами должно быть сыра. И бора будет громадное количество, и все ваши цветочки хорошо опылятся. То есть, не надо... Вообще, бор это ядовитое токсическое вещество. Переборщить с ним очень легко. Потом может отравиться человек, и травятся, кстати говоря, люди этим бором. Вот. А обычно бора достаточно в почве. Иногда даже бывает переизбыток бора в почве. На наших почвах здесь бора много. Подмосковье бора много. Но единственное, мы не умеем им распоряжаться. Жара нужно поливать. Будет больше поступать бора за счет того, что он будет всасываться больше корнями, и быстрее подходить к самым кончикам-кончикам. Потому что здесь большее испарение в жару идет. В общем-то, вот весь секрет. Не нужно никакими борными подкормками пользоваться. Просто в жару надо посильнее поливать ваши растения. Вот и все. То есть, ну, здесь вот как бы ученые вышли таким вот способом. А вот у нас воды нету, например, да? Вообще все плохо с водой. Давайте будем бором теперь опрыскивать. Ну, там хотя бы профессионалы работают. А все-таки в садах мы не такие уж прям спецы, да? Мы можем и переборщить, а это, в общем-то, чревато. Так что вместо бора чистая вода. Вот. Поливайте, и будет у вас такое же хорошее опыление. Ну, так и должно же быть, да? Тепло начинается, рост растений, и природа подготовилась к этому, чтобы именно во время цветения было больше испарения, там, во время жары, да? А испарение больше, значит, поглощение бора из земли, из почвы гораздо больше. Но там просто влаги не хватает, чтобы вот его было достаточно для того, чтобы липкая была, был пестик. Вот и все. Не забывайте поливать в жару. Это еще нужно для опыления цветков, представляете? Вот такой вот нюанс есть. Сайт открыт для всех. Делитесь, пожалуйста. Знаете, вот, если вы поделитесь, если лайк поставите этому видео, тысячи людей посмотрят, и меньше будут поливать бором, меньше будут травиться. Понимаете, да? Вот. Ну, все знают, скажут, что человек не знает. Вот в этих старых листах бор, он стоит на месте, он не движется по растениям. Он движется вот здесь, вот вначале, на кончиках, вот сюда приходит весь бор. Но отсюда он не движется. Вот. Он движется сразу от корней, вот сюда, вот. Поэтому нужно поливать. Все. Заходите к нам на сайт, покупайте наши самые лучшие семена в огромном ассортименте со скидкой 30%, даже если вы купите один пакетик. И огромная благодарность всем, кто сейчас делает наши летние заказы, поддерживает нас в это тяжелое время. Все. Спасибо. До свидания. Видите, теплицу все открыл. Вся Настяш открыта. Все у меня продувается. До свидания.